Подробности падения военного самолета под Белгородом. В Харькове увеличилось количество погибших, а войска РФ ведут огонь из жилых кварталов. Под Донецком появились новые доказательства. Это итоги 700-го дня полномасштабной войны в Украине от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. В Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, все находившиеся на борту погибли. Министерство обороны РФ официально заявило, что в самолете летели 65 пленных украинских военнослужащих, якобы их перевозили в Белгородскую область для последующего обмена. Также на борту якобы были трое сопровождающих и шесть членов экипажа. По версии одного из депутатов Российской Госдумы Андрея Картополова, войсу намеренно сбили самолет. По его словам, должен был состояться обмен 192 на 192 и теперь об этом речи идти не может. Он также заявляет, что следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще около 80 военнопленных и его успели развернуть. Минобороны Украины информацию пока выясняет. Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Генштабе сообщило, что Ил-76 перевозил ракеты для комплексов С-300 и был сбит в ВСУ, но позже новость откорректировали, другой источник информацию не подтвердил. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет данные, при этом украинская разведка подтвердила, что на сегодня готовился обмен пленными, но по словам представителя ГУР Андрея Юсова, он не происходит. На данный момент информация о пленных на борту озвучивается только российской стороной. Есть версия, что сбитием самолета специально воспользовались для срыва обмена. Асинт-аналитики сделали выводы, что, судя по фото и видео, самолет летел от границы с Украиной, а не к ней. Противоположное направление на север подтверждает видео, которое было снято из центра села Яблонево Белгородской области. Также на первых кадрах с места аварии не замечены тела погибших. Вопросы вызывает и озвученное количество сопровождающих. Как указал бывший военнопленный Максим Колесников, в случае его обмена на 50 пленных в самолете присутствовало минимум 20 сопровождающих. К тому же этот Ил-76 с номером РА-78-830 регулярно совершал рейсы с военным грузом в Белгород. По данным аналитика, об упавший борт летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран. Около Сирии пропал с радаров, а затем появился над Белгородом. Позже украинская разведка сообщила, обмен пленными сегодня так и не состоялся. На данный момент Украина не владеет достоверной информацией, кто находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Киев выполнил все условия и доставил российских пленных в заранее оговоренное безопасное место для обмена. В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства. В районе города Белгород в определенный период времени как неоднократно делалось в прошлом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Новости Донбасса следят за обновлением информации, поэтому подписывайтесь, чтобы первыми узнать все достоверные факты. Тем временем в Донецкой области обстрелы не утихают. Этим утром под огнем российских градов и артиллерии оказалась Авдеевка. Также есть повреждения в Красногоровке и Цукурино Кураховская громада попала под огонь в семь раз. Там пострадали жилые дома и промзона. При этом с линии фронта были эвакуированы почти 100 человек, в их числе 26 детей. Именно в Марьинской и Черетинской громадах эвакуация детей объявлена обязательной. Такое решение областные власти приняли сегодня. По их данным, там до сих пор находятся 72 ребенка. Кроме того, в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года. На неподконтрольной части области за прошедшие сутки погибло трое мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения. В Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник спасательной службы. Еще один был ранен. Также там пострадали семь человек. Весеноватые в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника погибли мужчина и женщина. В Волновахе при детонации взрывоопасного предмета ранены шестеро мужчин, подробности этого инцидента оккупационные власти не раскрывают. Также известно, что в захваченном Донецке без отопления остались более 700 домов. Тепло не подается по нескольким причинам. Это отсутствие света, порывы теплотрассы и внутренних систем отопления. Из них 42 дома находятся в зоне боевых действий. Количество погибших в результате вчерашней атаки на Харьков увеличилось до 10. Из-под завалов спасатели достали тела мужчины и женщины, которые проживали на первом этаже, ранее вчерашним вечером было извлечено тело погибшей 8-летней девочки. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, 23 января Харьков пережил третий за день ракетный удар россиян. Он пришелся снова по центральной части города. 9 человек получили ранения, были разрушены жилые дома. В это же время россияне оправдывают убийство мирных жителей. Кремль распространяет очередной фейк, якобы обстрелами уничтожили, цитата, объекты ВСУ, замаскированные под жилые дома. По данным РосСМИ, уничтоженные сооружения использовались ВСУ в личных целях. Пишут, что в одном из разбитых объектов располагались иностранные наемники. Говорят о десятках ликвидированных боевиков и утверждают, что все кадры с места обстрела Харькова постановочные. При этом пропагандисты традиционно никаких подтверждений своим словам не предоставляют. А вот как раз доказательств того, что это обычные жилые многоэтажки, множество. Фото своих разбитых квартир публикуют в соцсетях мирные жители, а съемки на месте трагедии делали минимум несколько десятков журналистов разных изданий. Возможно, кремлевские журналисты и сами верят в использование гражданских объектов в качестве военных, потому что для армии РФ это, судя по всему, обычная практика. На этом видео путинские военные стреляют из жилых кварталов, стоя на обычной автовышке. Такими пользуются коммунальные службы, например, энергетики. Кадры сделаны в захваченной Ясиноватой Донецкой области. Это территория подконтрольная так называемой ДНР. При этом сам автор публикации возмущается. Мол, неужели мало места, откуда запустить ракету? Автор пишет. Если прилетит ответка на эту улицу и разворотит дома или кого-нибудь убьет, это ляжет на вашу карму. Мы же напомним, что согласно международному гуманитарному праву, которое включает в себя Женевские конвенции, введение огня из жилых кварталов считается нарушением закона войны. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 в нашем телеграм-канале новости Донбасса. Такие сводки, как это, выходят на Ютубе ежедневно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать, а в наш ТикТок заходите за короткими информационными роликами. До встречи!